В сегодняшней программе мы не планировали осуществлять чьи-либо мечты и устраивать розыгрыши. Однако нам пришлось круто поменять наши планы, когда мы получили письмо от мамы двух близнецов Юры и Андрея Маленко. С братьями мы познакомились, когда снимали историю Вероники Никитиной, мечтавшей озвучить мультик. Именно они рассказали нам о необычном таланте девочки. Спасибо Юрию и Андрею, что это сделала для меня такая цель, ну, очень важная для меня. Мечта братьев действительно сильно отличалась от всех поступающих нам заявок. Оказалось, что Юра и Андрей живут ради того, чтобы осуществлять мечты других людей. Поэтому парни уже давно хотят познакомиться с главой благотворительного фонда «Антиспид» Еленой Пинчук. Не исполнить эту мечту мы просто не могли. И поскольку у нас появились новые герои, нам был необходим новый розыгрыш. Мы пригласили парней на кастинг якобы новой программы о близнецах. Здравствуйте! Вот так примерно можно было сказать Юрию и Андрею, что мы осуществим их мечту. Но ребята-то уже были свидетелями того, как мы разыгрываем других героев. Поэтому розыгрыш для них самый необычный. Мы будем их томить, 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 чтобы они не то, что ничего не подозревали, а то, что исполнится их мечта, чтобы они вообще не захотели сюда заходить. Но это ведь стоит того, ребята, правда? Так что вы заполняйте анкеты, Юрочка, Андрей, а мы вас тут подождем. На кастинг братья приехали первыми. Но по нашей задумке в студию они попадут самыми последними, пропустив вперед шесть пар близнецов. Ой, вы уже заполнены анкетками, да? Хорошо. Парни, вы девушек пропустите вперед? Да, я сказала. Все прибывшие участники разминаются. А перед входом в студию мы завязываем им глаза, чтобы наши герои не догадались, что все остальные близнецы с нами заодно. Какие платья на вас нарядные. Я Маша. Привет. Я Даша. А ты? Маша. Тоже Маша? У нас просто такая сегодня история, нам нужна помощь близнецов, поэтому вас и нашли. А Юра и Андрея в это время ждала самая длинная в их жизни анкета с самыми глупыми вопросами на свете. Например, какой ваш любимый палец? Какие-то палец, но... Волокий. Волокий? Что такое июнь и что такое август? Последнее, что вы купили в аптеке. Это я не помню, когда в аптеке был. Как с легкостью перенести тяжесть? Это не боятся плыки за груз? Или что-то? Ребята, ускоряйтесь, надо уже заканчивать. Знаете, мы без радости. Близнецы все прибывали и прибывали, а вопросы в анкете все не заканчивались. Да и мне уже поднадоело томиться. Давайте уже заводить? А, нет, как же мы без братьев Борисенко. У вас концерт же скоро, да? Ребят, мы тогда еще тоже пропустим. Можете сесть пока дозаполнять. И пошел, пошел. Стоп. Все, снимайте. Давайте, господин режиссер, инструктируйте нас, что мы делаем. Здравствуйте, ребята. И как вы понимаете, никакого кастинга и самый глупый анкетер в вашей жизни будет не повториться. Все, а устать. Это праздник, что и сбывается, ребята. И мы здесь все, все близнецы, лучшие близнецы столицы здесь ради вас. Мы знаем про вашу мечту. Мы знаем, что она связана с мечтами других людей. Мы знаем, сколько вы делаете для других людей. И мы очень хорошо знаем, с кем вы мечтаете познакомиться. Вы отправляетесь на встречу с Еленой Пинчук. Вы мечтали об этом, и мы организовали для вас эту встречу. Так что вы не зря отвечали на то, какие шторы в дурдоме или где-то. Тут точно вряд ли. Я вас поздравляю. Секи, 260, 220 вопросов. А я думаю, что мы заполняем, а никто больше не заполняет. Все действительно происходило, как на кастинге. И я читал, заполнял анкету, подписывал. И, ну, честно, то просто... Я что-то не могу зрозуметь, что это все... Ну, я понимаю, что сталося, но не могу вот так то... Войти в то и осознать. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Знакомьтесь. Добрый день. Это Юра и Андрей. Я до сих пор не понимаю, как их различить. Думаю, вам это удастся. Братья Маленко. Здравствуйте, я Лена. Которые очень мечтали с вами полураговаться. Здравствуйте, очень приятно. Так здорово. Ребята, я вас просила, пожалуйста, только не стесняйтесь, ради бога. Мы не дуже стыдаемся, мы просто таки еще трошки в шоте. Нам якось дуже цікаво, что спонукает людину, сделать столько всего. Хоч у вас, напевно, есть очень много возможностей. Вы могли организовать не фонд в 2003 году, мы могли сделать колоссальную мережу в ресторане, не только в Киеве, не только в Львове, но и всюду. И с такой возможностями мы сделали сутофон. В таком юном возрасте вас интересуют настолько серьезные и взрослые проблемы. Я вот скажу честно, что я к этому пришла гораздо в более взрослом возрасте зрелом. Ну, я намного помогла просто. Потому что, знаете, как-то к этому идешь постепенно, постепенно, и где-то в каком-то этапе, вот сначала ты там сам развиваешься, что там для себя, для своих близких, для семьи. Мы поговорили с ребятами из моего фонда, и решили, что будет очень здорово сделать проект, который называется «Исполнение мечты». В Украине очень много, к сожалению, вещей позитивных детей. Мы подумали, что было бы здорово, если бы можно было исполнить мечты этих детей. Если вы не откажетесь, мы бы с удовольствием предложили вам этот проект с нами вместе реализовать. Ну, мы тоже рады. Я еще знаю, что вы не только очень добрые, отзывчивые, но и очень, как это сказать, одаренные. Потому что вы занимаетесь музыкой, вы любите рисовать, хорошо рисуете. Юлька, рабочая с вашей фондацией. Да. Вот, я знаю, что вы очень увлекаетесь фотографией. Есть еще такое очень интересное направление, в котором мы бы вместе могли посотрудничать. К нам приезжал фотограф, и мы делали фотосессию, даже не фотосессию, а... Фотоисторию. Скорее, да, фотоисторию, вы правильно сказали. Фотоисторию людей, живущих в Свич. Менее чем за две недели он объездил в разные города Украины, и снял историю о том, как это происходит в Украине. Мы решили, что будет здорово повторить этот проект, чтобы посмотреть, как за пять лет изменилась ситуация, изменилось ли лицо этой эпидемии в Украине. Ну, вот если вам это интересно, мне кажется, что это интересно, вы бы хотели, чтобы вы тоже приняли счастье в этом проекте. Да, мы с ним вместе проехали по Украине и попытались показать, что такое эпидемию в Виспида. Вот, фотография. Дякую, Ивану. Это очень приятно. Это такая радость. Я просто сейчас немного могу скутить, потому что я не могу сейчас висловить все, что сейчас происходит. Не могу сейчас понимать. Но, на самом деле, нам очень приятно. Я уверена, что вы нам дадите что-то, чего бы мы не смогли сделать. Постараемся. Это просто величезный, как сказать, шанс, опыт, урок на целое життя, который может абсолютно кардинально поменять какие-то певные взгляды на жизнь. Наше життя. Так. В принципе. Это все как будто, я не знаю. Это не передать словами. Я не знаю, чем мы сегодня зайдем в слова, чтобы это все описать. Это нужно, чтобы прошел определенный период времени, чтобы мы понимали, насколько масштабная была предложена, которую нам предложила Олена. И это что-то.